Вагит Юсифович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время поговорить с нами и ответить на несколько наших вопросов. В первую очередь, хотелось поинтересоваться Вашим мнением о текущей ситуации на рынке углеводородов. Каковы Ваши прогнозы по ценам на нефть? Это, наверное, один из самых сложных вопросов, потому что последние годы нефтяной рынок, как и газовый, демонстрирует очень сильную волатильность, изменчивость цен. Такого никогда не было. Раньше на 2 доллара, на 5 долларов в день колебалась цена нефти. Мы видели демонстрацию повышения цены до 125 почти долларов. Сегодня цена чуть снизилась. Это говорит о нестабильности рынка. Мы считаем, что в цене процентов 20-30, это спекулятивный капитал находится, который сегодня инвестирует в сырьевые отрасли, в сырую, в нефть, в металлы, для того, чтобы компенсировать те низкие дивиденды, которые сегодня демонстрируются от депозитов в банках или в других финансовых инструментах. Я сегодня считаю, что рынок нефти сегодня он насыщен. Справедливая цена сегодня находится где-то в пределах 100, может быть, чуть больше долларов, потому что нам сегодня, нефтяникам, нужны даже не очень высокие или очень низкие цены. Нам нужны стабильный рынок, предсказуемый рынок, для того, чтобы мы могли планировать свои инвестиционные программы, чтобы спрос на нашу продукцию был стабилен, чтобы цена, которая в сырое нет поступает на нефтеперерабатывающие заводы, позволяла нашим потребителям, это рядовым автолюбителям, покупать и бензин, и дизельное топливо по цене, которое позволяет развиваться и поддерживается бюджетами и семей, и бюджетами тех компаний, которые сегодня являются крупными перевозчиками. Разрешите задать вопрос о работе компании «Лукоил» в Казахстане. Каковы основные направления деятельности вашей компании на территории Казахстана и какие у вас планы на будущее? Компания «Лукоил» уже присутствует на рынке Казахстана около 17 лет. То есть мы одни из первых инвесторов, которые поверили в Казахстан, инвестировали сюда в многие проекты. Сегодня компания реализует 9 проектов. Общие инвестиции составили около 6 миллиардов долларов. То есть крупнейшие проекты, такие как «Тенгиз», «Карачаганак», «Тургая Петроль» и многих других проектов. Мы инвестировали в создание инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, где компания «Лукоил» по акционерному капиталу является второй после «Шеврона» как частный инвестор в эту уникальную трубопроводную систему, которая позволяет сегодня экспортировать, эффективно экспортировать, некто бываемого в Казахстане. То есть мы всегда считали и убеждены, что тот инвестиционный климат рассознан сегодня в Казахстане и президентом республики Носстана, обещаемым, и правительством. Они создают условия и гарантию инвесторов на долгосрочный период времени. Мы никогда не были сторонниками краткосрочных периодов, локальных разовых проектов. Поэтому компания участвует в долгосрочных проектах, которые рассчитаны на многие-многие годы. Я уверен, что сегодня наши попытки введения геолого-разведочных работ в Каспийском море, то есть они увенчатся успехами. Потому что потенциал Казахстана сегодня, запасов углеводородов, значительный. Я могу это говорить как эксперт, который сегодня посвятил свою жизнь делу добычи нефти и газа. Значительный. Сегодня нужно усилять геолого-разведочные работы. А та законодательная база, которая сегодня есть в Казахстане, она позволяет инвестору быть уверенным в возврате своих инвестиций. В этой связи хотелось бы спросить, как вы оцениваете, как инвестор, политику и поддержку правительства Казахстана в отношении привлечения иностранных инвестиций? Ну, как я сказал уже, что достаточно стабильные законы. И главное в Казахстане – это доступность правительства и председателя правительства. То есть все мы, руководители крупных компаний, энергетических компаний, которые работают в Казахстане, мы всегда имеем возможность и доступ к председателю правительства, члену правительства, министрам. Вот эта созданная Владимиром премьер-министром Масимовым, такая атмосфера открытости, доступности, она, конечно, позволяет нам очень быстро решать те насущные, иногда, может быть, небольшие проблемы, но которые тормозят наше развитие. Вот созданный фонд иностранных, совет иностранных инвесторов, куда я вхожу уже многие годы президентом республики Нурсанамичен, это тоже инструмент, когда два раза в год мы можем в открытую обсуждать проблемы, которые у нас есть, несовершенство законодательства, которое присутствует и которое очень оперативно правительством коррелируется, если наши доводы бывают справедливыми, если после экспертизы показывают, что те проблемы, которые мы высказываем, они действительно мешают развитию экономического потенциала республики. Вот эти все инструментарии, которые созданы сегодня, они и говорят об инвестиционном климате в республике, о доступности правительства к диалогу. И мой последний вопрос, наверное, будет, как вы оцениваете перспективы таможенного союза между нашими государствами? Мы, бизнес, который работает в сфере энергетики или углеводородов, мы очень давно уже интегрированы. У нас общие транспортные системы. У нас сегодня общие проекты, сопряженные, в том числе, не разделенные границами, потому что наши месторождения сопряжены, и мы совместно все это реализуем. Мы с ним практически сформировали общую нормативную базу, которая сегодня основывается на международных стандартах, подчета запасов, работа с недрами. Но, конечно, сегодня создание общего экономического пространства, создание общего рынка между тремя государствами – это очень значимые вопросы. И мы уверены, что это позволит нам, всем трем государствам, динамично развиваться, снять оставшиеся припоны, которые мешают нам для взаимной интеграции. И это даст возможность людям всех трех государств жить чуть ли лучше. Большое спасибо вам.